Это видео я посвящаю одному из своих любимых святых, Николаю Чудотворцу, архиепископу Мерликийских. Это территория в Турции, Малой Азии. Три праздника мы отвечаем в году. 22 мая – перенесение мощей из Константинополя в Бари. Это спасение мощей святых от нашествия мусульман, агарян и прочих, ниже с ним, наемников. Это пришлось на воскресенье. Я записал видео, сейчас пытаюсь его найти в архиве, подверстаю. Там я много чего рассказал, что если выпадает такое событие на воскресенье, последнее, за эти 11 лет грядущих, следующая такая будет история только в 2033 году, то чем это чревато в отношении детей, женщин, жизни вообще, покровительства на морских путях, торговли, в просвещении и так далее. Это упадок. То есть мы движемся к упадку морали, нравственности, этики, воспитания, просвещения, веры и так далее. Это по дате 22 мая – перенесение мощей. Найду это видео, буду сейчас искать. Видео много, больше 900. И, значит, надо найти и опубликовать заново, подверстать. 11 августа мы отмечаем Рождество Николая Чудотворца, то есть один из немногих святых, Рождество которого мы почитаем, поздравляем друг друга и так далее. Этот день пришелся на четверг, тоже последний четверг за ближайшие 11 лет, значит, и тоже это связано с ухудшением положения в мире, в дипломате, в переговорах, в общении, в публичном пространстве политиков, глав государств и так далее. То есть идет массовый упадок. Упадок веры, упадок морали, чистоты, правды и так далее. Это тоже плохая история. Сворачиваются отношения торговые, дипломатические, идет напряжение по разным направлениям жизни, стран, союзов, образований, новых территориальных и так далее. То есть мир катится, опять же, с 22 мая, с 11 августа, дни посвященные Николаю Чудотворцу, в эти ближайшие 11 лет последующие, мир катится к проблемам, к глобальным серьезным проблемам, недопониманиям, рожде, клеветы, нападок и так далее. Это очень все плохо. Идет убывание. Три даты и смотрите. Воскресенье, 22 мая, 11 августа, Рождество Николая Чудотворца, четверг и 19 декабря, значит, в этот понедельник мы встретили праздник поминовения Николая Чудотворца, День памяти. То есть день, когда он почил, все, уснул, ушел на небо. 19 декабря выпало на понедельник. Это тоже плохо. То есть от воскресенья через четверг на понедельник это убывание, убывание событий, убывание исторических событий, мировой истории, человечества в целом. То есть мы сокращаем себе дорогу жизни. То есть все ближе и ближе к неприятностям, к концу, к большим проблемам. Вот смотрите, в следующем году, что страшное будет, значит, перенесение выпадет на понедельник, Рождество Николая Чудотворца выпадет на пятницу, а день поминовения, день упокоения на вторник. Представляете себе историю? Понедельник, пятница, вторник связано с одним святым. Это 23-й год. То есть тут есть над чем задуматься, кто в днях разбирается в их значениях, что такое понедельник, пятница и вторник. То есть последний такой гармоничный год в память о Николаем Чудотворце нам рассказывает о грядущих испытаниях и трудностях, которые будут накаляться по мере движения в 23-м году к его завершению. Потому что Николин праздник, 19 декабря, это уже предновогодний праздник, как на Западе Санта-Клаус, Святой Николай приносят подарки, к Рождеству готовятся и так далее. Правда, они его отмечают в другой день по своему календарю, мы по-юлянскому. То есть все плохо. Что перенесение мощей, что Рождество в этом году, что вот в понедельник выпадет день памяти. Все катится к серьезным проблемам. Моральным, нравственным, этическим, религиозным в том числе. Мало того, что они там храмы закрывают, сжигают их там, разворовывают и так далее. Гонение на церковь. Но это же надо додуматься. Вот я просто, это в связи с Днем памяти Николая Чудотворца, 19 числа понеделя. Это же надо было додуматься на Украине, обыскивать и закрывать православные храмы. Они это сколько лет делали, а сейчас еще. То есть что это говорит? О чем это говорит? Они отдаляют себя от церкви, от веры, от христианства, от православия. Все их там, вот эти секты, которые они создали через Томас и товарищ там Филарет у них свой, так сказать, еретика отлученная под Анафемой находится. Живет, правда, долго. Под Анафемой уже 31 год живет. Его в 91 году Анафему объявили, значит, причем на русском соборе. Там подтвердило несколько церквей это. Потом Константинопольский этот самый Варфоломей снял с него Анафему, значит, типа он главный в православии. Этот живет, проживает, служит и так далее. То есть они уничтожают православную веру. Николай Чудотворец, как покровитель православия, веры самой, храмов. Сколько в честь него храмов построено. По его датам мы смотрим, к чему дело идет. Вот, привдумайтесь только, его день памяти в следующем году на вторник придется. На день войны и конфликтов, на день правды. Иоанн Креститель, вторник это Иоанн Креститель. В эзотерике, мистики, день Марса, Бога войны. То есть до декабря следующего года никакого мира не будет. Ни на Украине, ни в России между нами. Об этом говорит следующий 19 декабря, который выпадет в 23 году на вторник. Вот к чему мы движемся. То есть сейчас еще наши молитвы, надежды на хорошее развитие событий есть. В понедельник, день, так сказать, памяти, ангельский день, день небесной иерархии выпал в этом году, 19 число. А в следующем вторник. Значит, события будут развиваться и по поводу вражды церквей, и по поводу разрушения православных храмов, изгнания священников. Вот они, гонения. Я вам просто скажу. Когда была русско-японская война 1905 года, Николай Касаткин, такой архиепископ, токийский, японский. Очень люблю его. Николай, он взял имя в честь Николая Чудотворца. Его никто не гнал. Император Японии, японская синтаистская церковь, не трогала православных священников в Японии. Там была огромная миссия, хотя мы воевали больше года. Вы представляете себе? Никто не посмел бы 117 лет назад воюющих в двух империях, японской и русской, преследовать священников. Этого не было. Насколько я помню, в Первой мировой такого не было. Да, разрушались храмы, снаряды попадали, это все было. Это как историк, я читал журналы дореволюционные, там этого всего много было. Особенно, когда немцы бомбили Бельгию очень сильно. Там очень много храмов порушили они. Потом бельгийцы, французы тоже отомстили. Тоже много костелов пострадало в Германии самой. Но это были взрывы. Священников никто не трогал. Не трогали их. Не было и поиска врагов, обысков. И вот этой всей украинской лабуды. И лабаты тоже. Понимаете? А тут, пожалуйста, тут можно. Я в ужасе. Историки все в ужасе. Что они творят, идиоты эти? Вооруженная их вот эта вот десантура одержимая, бесноватая. Патриотов так называемых. Трогать русского священника. Помните эту сцену, когда женщина не могла, так сказать, отпеть сына, просила, на коленях стояла. Это же все ужас. Где вы в какой нормальной стране такое увидите? У нас или где-то? А вот так вот. Даже гонений не было во время русско-турецкой войны. Не было этого. Я не видел, не читал этих фактов. Хотя я много чего читал, знаю, видел. А эти творят. Вот что происходит. Вот что связано с Николаем Чудотворцем. К чему дело движется. Большие проблемы. В общении, в контактах, в наезде на церковь и в прочих-прочих историях и их последствиях. Но мы это все фиксируем. У нас Следственный комитет. Все фиксирует. Все. И на каждого дельца найдется. Мы их будем потом отлавливать, как фашистов отлавливали. По всей Европе. Кого-то в плен захватен. Кого-то тихо уничтожен. Косточка сливовой подавится человек. И все. Кого-то, как Израиль искал фашистов. Дело Эхмана и других. Они допрыгаются. Они никуда не сбегут. Товарищи этих. Их найдут и пристрелят. Или что-то другое с ними сделают. Так что вот этих вот гонителей, да, которые убивали священников, солдат русских и так далее. Мы никаких священников не убиваем. Мы их не изгоняем из храмов. А эти творят, делают. Это для них считается нормальным. Вот в таких грустных условиях, обстановках, такой тяжелый. Прошу праздник святителя Николая, которому мы молимся. И будем всегда просить его помощи, поддержки. Спасибо, что он есть, что она помогает. У меня дедушка Николай, прадед Николай. У меня Николаев роду много. Три человека. Вот четыре поколения я исследовал. Три человека носят его святое имя Николая. У нас два императора было великих. Николай I, Николай II, государь императора. Поэтому имя это почитается. Первым назвала своего наследника, внука, Екатерина II. Николаев не было вообще нигде, ни в Европе, только один грузинский царевич был и все. Поэтому вот после Екатерины II, когда она внука своего назвала, на руках его держала незадолго до кончины своей, за полгода, она его назвала Николаем. Честь святого. А до этого не было. И вот пошло, 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 пошло. И это имя прижилось до Руси и стало очень распространенным. Еще раз праздником подписываемся, ставим лайки. Простите меня за многословие. Понимаю, вы сейчас праздником готовитесь, бегаете, закупаете там, молитесь, в храмы ходите. За меня, Грешного, тоже помолитесь. Спасибо. Люблю вас. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. И до встречи.